Привет. Привет, привет. Как слышно? Все окей? Вроде бы да. Наконец-то подключился. Да, со второй попытки мы справились. Ну что, Макс, поговорим об этом сезоне, о твоем возвращении в Суперлигу. Перед началом чемпионата ты давал интервью, я помню, при службе Днепра и сказал, надеюсь, обязательно выиграем титул и кубок, да? Ну, титул есть, финал четырех вышли вроде бы, да, но все-таки Синон, к сожалению, оборван был. Какое послевкусие после этого чемпионата осталось у тебя? Какие впечатления? Ну, знаешь, ну как можно сказать? Послевкусие. Послевкусие не самые лучшие, потому что, да, сказали, что мы стали чемпионами, но я скажу по-другому. Мы заняли первое место, но не стали чемпионами. Потому что сезон не завершился. Хотелось бы завершить, конечно, иначе его. С плей-оффом, с полуфиналом, с финалом и реально по-спортивному доказать, что мы сильнее. Ну, получилось так, как получилось. Еще впереди у нас финал четырех кубка. Будем там доказывать, что мы реально сильнее были в этом сезоне. Да, слушай, ну тут и были вопросы перед трансляцией, один из них зачитаю. Как проводишь внезапно свалившийся досуг? Ну да, честно сказать, схожу потихонечку с ума. Потому что уже месяц без работы, можно сказать. Ну, как бы, я продолжаю тренироваться, хожу индивидуально в тренированный зал, через день, буквально три раза в неделю я хожу. Бегаю кросс небольшой, там 4-5 километров, качаю в тренажерном зале. Пока мяч на данный момент, мяч не трогаю, хочу за ним заскучиться. Чисто с собой работаю. Ну да. Ну, конечно, месяц уже прошел, уже хочется поиграть, побегать с ребятами. Ну, ты уже все-таки можешь относиться, наверное, к более таким возрастным, опытным игрокам, да? Насколько важно спортсменам, которым за 30, условно, активно сейчас поддерживать форму и не забрасывать всю эту историю? Обязательно. Конечно. Чем старше становится и тем тяжелее, я так хочу сказать, что тем тяжелее выходить после отпуска, восстанавливаться и так далее и тому подобное. То есть надо в межсезонье обязательно поддерживать свой организм в нормальных кондициях. Минимально там ходить в тренажерный зал и немножко бегать хотя бы кросс. Ну, получается, перерыв довольно большой, да? Там почти 5 месяцев или сколько? Пока еще не все понятно. Да, да, да. Посмотрим. У тебя были такие длительные простои в карьере до этого? Не было никогда. Ну, там, не, было в детстве, когда мне было лет 18, мне делали серьезную операцию на леностопе. Я там пропустил почти 9-8 месяцев. Ну, это было, ты же понимаешь, я был молодой и как бы тогда время попроще. Конечно, 100%. Ну, для тебя это больше вызов такой психологический или в плане физических каких-то кондиций? Я думаю, больше психологический, потому что уже месяц прошел, уже начинаешь сходить с ума. Еще понимаешь, что впереди еще 4 месяца таких же. Я надеюсь, может быть, месяц еще пройдет, хоть немножко наша страна начнет выходить с карантина. Хоть появится больше занятий. Ну, да, да, я думаю. Слушай, ну, после сезона большинство тренеров, да, пересматривают матчи. Ты после сезона матчи смотришься или полностью отключаешься от этого всего дела и пытаешься, наоборот, авторгироваться? Ну, знаешь, иногда, когда делать вообще нечего, тогда да, могу залезть в YouTube, посмотреть там пару игр, хороших или плохих, допустим, для нас игр, проанализировать что-нибудь. В принципе, я по сезону после каждой игры прихожу домой и включаю, допустим, вот сегодня мы вечером отыграли, после игры прихожу домой, включаю игру и делаю анализ. Ну, ты смотришь больше в плане какой-то командной работы или чтобы свою работу? Я смотрю все. И свои ошибки, и командные ошибки пытаюсь, как бы, проанализировать, что мы делаем неправильно или правильно. Так, ну, ты четыре сезона провел за рубежом, правильно? Да, да. Пока был в других европейских чемпионатах. Ты держал в уме от возвращения этого в Украину или это все спонтанно сложить в случае? Нет, конечно, держал. Я сто процентов был уверен, что когда-нибудь я все-таки вернусь в Украину. И я, в принципе, был на восемьдесят процентов уверен, что я вернусь именно в Днепр. Потому что это мой родной клуб. И, как бы, мне, когда летом Валерий Валерьевич позвонил, мы договорились о встрече, мы с ним поговорили. И, как бы, он сказал, что вот хотим Еврокубок и хорошую, реально, создать команду и своих воспитанников обратно вернуть. И будут легионеры. То есть мы будем выступать, будем топ-клубом этого чемпионата. Я с удовольствием, как бы, приглашение это поддержал и вернулся домой. Ну, то есть у тебя, в общем, в голове такое слое было для себя, если возвращаясь в Украину, только Днепр? Или мог бы рассматривать, в принципе? Мог бы рассматривать. Я хотел вернуться в топ-клуб. Понимая о том, что именно этот клуб будет бороться за медали и так далее, и тому подобное. Будет на уровне держать себя. Так, друзья, кто смотрит трансляцию, обязательно вопросы задавайте. Будем также их озвучивать. Саша Сизов заценив картину твоей, нравится картину. Саня, я тебе такую уже привезу. Да. По ходу твоей европейской карьеры, по ходу легионерского опыта, были ли у тебя предложения вернуться в Украину до этого? Ну, опять же, в принципе, каждое лето мы с Валерием Валерьевичем на связи. То есть это на регулярной основе было, да? Да, и он мне каждое лето говорит, давай возвращайся, давай возвращайся, как бы без проблем. Я говорил постоянно, ну, давайте немножко, я еще побегаю за границей и так далее, и тому подобное. Ну, вот, наконец-то вернулся, и я скажу так, что я очень рад, потому что я вернулся. И, в принципе, если все так продолжится так хорошо в Днепре, как на данный момент было в этом сезоне, я с удовольствием останусь и закончу свою карьеру именно в Днепре. Ну, окей, сейчас ты решил собернуться. Ключевой фактор какой? Почему ты решил именно в прошлом летом все-таки в Днепр? Во-первых, скорее всего, это потому, что я видел, какие люди подписываются в Украину. Я видел, что уровень чемпионата вырастет наголову по сравнению с прошлым чемпионатом. Ну, и, конечно же, финансовый фактор, потому что я понимал, что я уже не молодой игрок, и, в принципе, мне предложили такие же финансы, которые я получал за рубежом. А зачем ехать куда-то за границу, если, в принципе, можно такие же деньги зарабатывать у себя дома? Так, ну, тут вопросы пошли у нас. Какой у Максима лучший сезон? Давай вспомним на твой вкус. Лучший сезон? Ну, лучший сезон, наверное, это был Донецк, когда я стал лучшим форвардом. Потом следующий сезон мы с Химиком выиграли и чемпионство, я тоже неплохо сыграл. Но я как бы не могу выделить именно лучший сезон. Я могу сказать, вот именно три года. Донецк, Химик и потом Польский Тарунь. И четвертый год Лукуэл, академик. Вот четыре подряд сезона я, как бы, очень хорошо на хорошем уровне играл. И три сезона из четырех я становился лучшим форвардом. Там Польша, Украиня и Болгария. А потом как-то у меня пошло не то, что на спады. Я после Лукуэла, можно так сказать, я поехал в не очень профессиональные клубы. Там, где были определенные проблемы, от которых я не получал удовольствия от баскетбола. И как-то не опускал руки. Ну, можно так сказать, играл. Мешало, отвлекало. Мешало, да. Все это дело мне мешало. Так, Артем Слепенчук тоже вопрос. Украина, Румыния, Болгария. Какой чемпионат сильнее? Украина, Румыния, Болгария. Ну, я думаю, вот если взять этот сезон украинский в этом году, я думаю, приблизительно такой же и румынский на данный момент. Болгария немножко пониже, потому что там всего лишь одна, две, три команды максимум. Более-менее уровнем. Артем Пустарой подключился. Активный юзер. Тема, привет. Да. Вопрос тебя задает. Скучаю по тем тренировкам, когда ты учил меня ловить мячи. Дашь еще пару советов. Как тебе ловить эти мячи, особенно после твоего паса? Ну, пас, я так понимаю, довольно жесткий. Ну, пас я отдавал ногой, да. Когда он вообще не ловил мячи, мне приходилось с него бутсать этот мяч. Наконец-то начал их ловить. Это в химике у вас такие были? Да, да, в химике. В химике, я так понимаю, когда ему даешь руками мяч, у него не получалось ловить. Приходилось ногами давать. Ну, мои тренировки не прошли зря. Человек сейчас играет в Барселоне. А у тебя ко всем индивидуальный подход, видишь? Ну, конечно, конечно. Так, ПТШ тебе предлагали тебе остаться на следующий сезон? Нет, не предлагали. И даже если предлагали, я... Если честно, когда закончился сезон, я бежал вот туда. Потому что мне не очень понравился и клуб, как профессиональный, на очень низком уровне. И, я так скажу, у меня не очень сильно там слаживалось с тренером. Я по ходу сезона просился, чтобы меня отпустили, но меня в итоге никто никуда не отпустил. Ну, как бы, не очень мне там нравилось. Если мне память не изменяет, то помимо тебя там Маха после зоны в ПТШ ты играл, еще кто-то из наших... Да, да, Бобров играл там в свое время. Да, слава Боброва. Почему именно в этом клубе? Наших парней приглашают, в твое время. Ну, я... Если честно, в этот клуб, помимо американцев, приглашают разных иностранцев, разных леонеров. Там сербов очень много, постоянно меняется. Вот, как я уже был третьим украинцем в этом клубе. Македонские ребята там, ну, как бы, южков очень много. И этот клуб постоянно нацелен не только на американцев. Там один-два, максимум три американца, а все остальные леонеры с Европы. Я думаю, именно вот ставка этого клуба на леонеров с Европы. Окей, давай по Украине еще... Да, об уровне немного поговорили мы. Когда возвращался в Украине, на Ринкаут сопоставлял, да, уровень украинского первенства. И оправдал ли этот уровень ожидания твои или нет? Или, может быть, даже превысил? Какие у тебя ощущения? Ну, честно сказать, оправдал ожидания. Я летом еще в прошлом смотрел, кого подписывают тот же Прометейки в баскет. В принципе, мне понравились люди. Я до этого знал, ну, понятно, Прометей, Калпейпер и так далее, и так подобное. Их все знают. Потом до начала сезона я знал большого с Прометей. Майерса или Миле? Майерса, да, да. Я слышал Майерса. Про Майерса очень много. Он мне как бы нравился. Я понимал, что это центровой очень хорошего уровня. И так вот я понимал, что чемпионат будет очень веселым и сильным. Ну, и в принципе, я же говорю, по сравнению, допустим, с той же Румынией, как бы это приблизительно одинаковые чемпионаты на данный момент. Но в Румынии как? Как я слышал про последние чемпионаты. В Румынии, если в каждом клубе по 7-8 леонеров, и там, допустим, 4-5 румын, а у нас как бы наоборот, 4 леонера в топах клубах, да, 4-5 леонеров, все остальные украинцы. Украинцы по уровню выше, чем в Румынии. Но вот в Румынии леонеров как бы берут гораздо больше людей. У них ставка вся на леонеров идет. В каждом клубе, я же говорю, минимум 4-5 леонеров. Ну, смотри, раньше, да, там, до кризисных времен, до 13-го года, условно, такая же история была и в Украине. Да, все-таки больше легендарных, меньше наших парней. Сейчас что-то поменялось в этом плане, вот по твоим ощущениям? В Украине изменилась история? Сейчас больше украинцев, как бы, был период для украинцев, чтобы как-то воспитать себя, да, и как бы получить вот эти навыки в игре. Сейчас украинцы немножко выше по уровню стали, чем раньше, допустим, 5-6 лет. Дало свои плоды. Дало свои плоды, конечно, дало. Так, вопрос. Пишут, как играть с Фисенко в одной команде? Вот такой вопрос. Ну, как играть с Фисенко? Весело. Весело. Веселил, да, целый сезон. От первого дня сбора до последней минуты чемпионата, грубо говоря. А на площадке вам комфортно было одновременно находиться? Или более... Ну, если честно, я с ним очень мало в этом сезоне находился на площадке, потому что Денис Павлович меня сделал центровым в этом сезоне. Как бы, я понимал ситуацию, почему так происходит. И на данный момент я играл с ним, грубо говоря, мы заменялись постоянно. Или я, или он на площадке. Мы играли вдвоем на центровой позиции. Так, если оценить организационные моменты, да, в чемпионате и в клубе тоже, есть ли какой-то рост в последние с 15-м годом тоже сравнивать супер-двигов? В того времени и нынешнего. Что-то изменилось в этом плане? Ну, скажу по поводу клуба. Тот Днепр, с которого я уехал 6 лет назад, и тот Днепр, в который я вернулся, это разные клубы, честно сказать. Видно, что все это время клубе уделялось именно внимание профессионализма. Очень много мелочей таких добавилось, которые, вот, надо игроку в плане комфорта, чтобы игрок думал только о баскетболе, только о тренировках, только о играх. До того, как я уехал, такого не было. На данный момент очень все профессионально, все делается просто, все для игрока. В этом плане Днепр молодцы. Артем Сапичук продолжает вопросами засыпать, заинтересовал Кирилл Фисенко, спрашивает, как против него играть, и что посоветуешь по стабу с весом в защите. Ну, видишь, подающий надежды тренер Киев-баскета. Хочется узнать какие-то... Какие с весом? Какие-то, да, секреты. Ну, секрет с весом. Надо быстрее с ним бегать, чтобы побыстрее загонять его, и чтобы он умирал быстрее. Человек тяжелый, и с человеком приходится... Ну, понимаешь, когда против него играешь, например, на тренировках, понимаешь, что ты под кольцом его нереально затолкать. Приходится его немножко вытягивать на периметр, обыгрывать, бегать с ним быстрее, чтобы он быстрее выдыхался. Останавливать раньше, да? Да, да. А в Днепру, как ты оценишь форму команды на момент остановки сезона? На пике формы находились? Или вышли бы на нее по ощущениям? Я думаю, да. Я думаю, на пике находились, потому что мы, по-моему, до окончания там или 7, или 8 игр подряд выиграли. То есть мы шли на рекорд, грубо говоря. Свой личный рекорд. Мы... Ну, да, можно сказать, о соперниках такие. Эти 7-8 игр, это, в принципе, ни Киев-баскет, ни Прометей. Это, грубо говоря, все после четвертого места, да, чемпионата в таблице были. Ну, мы вот подходили именно к Киев-баскету и к Прометею, и к играм. Мы закончили, по-моему, 13-го, да, марта. И вот буквально там потом должен быть финал 4-х кубка. И потом в 20-х числах уже вот эти, реально, наши соперники были и Прометей, и Киев-баскет. Мы к ним готовились, мы были... Заряжены. Заряжены, да. Были силы на эти команды. Ну, ты говорил тоже... Киев-баскет. Да, да, да. О Еврокубке говорил, он настрой, да, сыграть в Кубке Европы Куба. Почему не удалось из группы выйти, как ты считаешь, твое резюме... Ну, все-таки, наверное, неудачное выступление, я думаю, всех... Неудачное выступление, да. Как бы понимали, что можем, понимали, и мы хотели, мы понимали, что можем это сделать, по крайней мере. До последней игры мы реально все понимали, что вот-вот, вот этот выход из группы. Тем более, Киев-баскет сделал нам такой подарок. Но мы перегорели. Просто-напросто в последней игре мы так сильно настроились на эту игру и просто перегорели. И скажу, почему, чего нам именно не хватило. Не хватило нам теса. Вот лично мое мнение. К сожалению, у теса были проблемы со здоровьем, и мне приходилось играть на пятерке. Можно сказать, самому. Вот это фиаса именно не появилось. Был бы, да, был бы фиас, была бы борьба вот эта на подкальцом, было бы гораздо все замечательнее. Ну, случилось так, как случилось. Будем настраиваться на следующий год. Если будет все хорошо, будем участвовать в Еврокубках каких-нибудь, будем стремиться к лучшему. Так, спрашивает Яким Чукарсений, какой у тебя был тяжелый сезон? Все непростые, ну, может, какой-то может быть. Ну, все непростые. Морально тяжелый или физически тяжелый. Давай про морально тяжелый сезон скажу. Морально тяжелый сезон у меня, скорее всего, был в Литве. В Ивентусе, да? Да, в Ивентусе, потому что я приехал в конце октября или в начале ноября, по-моему, сезон уже начался, Ивентус выступал очень плохо, они там что-то 10-0 шли на последнем месте, ни одной победы, 10 поражений, и получается, я приезжаю, подписываю контракт с Ивентусом, и приезжаю. Ну, первые 2-3 месяца, по-моему, 3 месяца, у меня был байаут. То есть, минимальный байаут, там, за одну зарплату меня могли выкупить. И я начинаю со второй или с третьей игры отлично играть, можно сказать. у меня игр 5-6 подряд, у меня были дабл-даблы. и в Лиге чемпионов, и в Литовском чемпионате. И мной начинают интересоваться разные клубы. Понимаешь, что у меня минимальный байаут, то есть, мне могли бы так просто отдать эти там деньги и сразу перевести в другой клуб, выкупить мой контракт. И получается, тренер делает такое решение, он же тренер, он же президент, делает такое решение, немножко меня присадить на лавочку, чтобы я не блистал. Да, чтобы я так не блистал, как это было, допустим, последние 5 игр. Ну, и это мне, можно сказать, немножко морально поломало. Где-то месяц, полтора или два, где-то я просидел на лавочке, там и получал, грубо говоря, свои 10-12 минут, за 12 минут я выходил 4 раза. То есть, что такое, по 3 минуты, 4 раза, и только начинаешь разогреваться, да, и сразу тебя сажают. Вот это меня очень сильно поломало морально, и как бы мне тяжело было до конца сезона, я не мог потом восстановиться, ну, грубо говоря, когда мой бой аут закончился, когда контракт вступил в полноценную силу, мне уже начали давать играть, а у меня уже не то было. Я уже не чувствовал, я уже как-то поникший был в себе. Вот это, наверное, скорее всего, в моральном плане самый тяжелый сезон у меня был. Окей. Так, да, атмосфера, видимо, там не самая приятная была. В Днепре в этом сезоне как атмосфера в раздевалке была, ну, как сказать, у нас есть такой парень, Юсуф Санон, который там просто от него энергетика настолько на сто процентов блещет, он задает тон в раздевалке, задает настроение, даже, когда мы там приходим какие-то поникшие, он всегда веселый, всегда прыгает, бегает там, и вот это, он молодец в одном плане, он энергетикой заправлял всю команду. Ну, то есть, санкции к нему никакие не применяли, ветераны только поддержали? Не, ну, конечно, применяли, иногда он перегибал палку, приходилось иногда ему, грубо говоря, и посрачников надавать, грубо говоря, так, но все равно, в этом, со своей задачей, помимо еще игры на площадке, то, что он очень хорошо напомогал, и со своей задачей в раздевалке он справлялся. Так, пропустили вопрос, еще один топ-3 тренера, с которыми ты работал, что же я в том, что ты задавал тебе? Ну, однозначно, это тренер номер один, это Майк Фрателло, потом, 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 ну, давай пройдемся по украинским тренерам, это Черный, мне очень нравится, как тренер, ну, и пускай будет Журавлев, Георгий Спалыч. Принято. Так, такой вопрос тоже у меня, Фиас, Стас Тимофейенко, активно, в этом году взялись врубиться с болельщиками в интернете, знаешь, в том числе, ты вот как относишься к этим комментариям, сам, и как относишься к тому, что они, собственно говоря, принимают часть, и сам ты, читаешь эту роль? Я читаю, я постоянно читаю комментарии, ну, это дело каждого, я считаю, допустим, я не любитель вот это, повозмущаться с этими диванами, как говорится, воинами, это не мое, потому что я понимаю, что там, если только что-то напиши, понесется такое непонятное, особенно, хочу передать пламенный привет Ермолову, потому что там, я не знаю, что там, если у вас пересимание болит, что-то рассказывает, непонятное, что просто в голову не уладывается иногда, ну, по поводу Стаса и ФСа, ну, хотя, пускай занимаются, им весело от этого, пускай веселятся дальше, я никого не хочу осуждать в этом плане, это дело каждого. Слушай, Гориша Коломойском слишком много говорили, да, уделяли внимание ему, и Дэн Павлович Журавлев тоже на этот счет как бы жаловался, да, журналистам, тебя это каким-то образом смущало, отвлекало от дела вообще, или ты... там, ну, в принципе, ну, Гриша, я спокойно когда мосился, Гриша, понятно, что личность такая, которая все-таки папа, известная личность в нашей стране, можно сказать так, да, и Грише все внимание было, как бы, я к этому тоже отношусь нормально, я понимаю, что я с Гришей, допустим, целый сезон прожил на выездах в одном номере гостинице, я человеку могу сказать только положительные слова, потому что человек, во-первых, очень такой, как сказать правильно, ничего лишнего, нет, ни понтов, ничего такого, вот он умный, очень сильно, как бы, приветствует, его вся команда приветствует, человеком есть о чем поговорить, никогда лишнего ничего не скажет, как бы, молодец парень, видно, что образованный и вообще. В этом плане все было нормально. Да, да, да. Если честно, до сезона я думал, что там приедет, типа, я сынок Каламойского, да, типа, все молчания буду тут рассказывать, но на самом деле вообще нет другой человек. Это здорово, да. Днепр впервые за долгие годы вернулся к легионерской практике, да, было два американца, сначала Генри Дугат, затем еще Саннер присоединился, на твой вкус, ты как считаешь, без легионеров было удалось в этом сезоне добиться или все-таки было сложно уже? Я думаю, было бы сложно, потому что, так сказать, если посмотреть на клубы, которые стремятся, во-первых, которые играют в Еврокубках и стремятся чего-то добиться, ну, в любом случае надо усилять все слабые позиции команды с сильными игроками. Допустим, если мы их не можем найти в Украине, то что делают, берут легионеров, иностранцев. И вот я могу сто процентов вам сказать, вот у нас было два леонера в этом сезоне, и вот могу сказать сто процентов, что мы с ними угадали. Во-первых, Генри, как человек вообще, супер парень, и по игре помогал нам очень сильно, и так далее, и так далее, и так далее. но от Эррола мы взяли первый месяц, могу сказать, так, что, ну, были вопросы к нему, там, он пытался играть на себя без паса, пытался что-то показать, доказать, но потом с ним пообщались, сказали, что мы играем в командный баскетбол, давай, как паренек, посмотрим и пасы, и бери свои, как бы, броски на себя, но играй в пас. Он с этим справился, да, он с этим справился, молодец в этом плане. Если бы, как бы, я считаю, что, если я вставляю их на следующий сезон, а их, как бы, надо оставлять, мое личное мнение, если он продолжит Эрол именно, продолжит такую игру, как он заканчивал этот сезон, то будет хорошо и для команды, и для ребят в команде. Так, вопросы у нас продолжаются. Чего не хватает Днепру в плане инфраструктуры, твое мнение? Спрашиваю. Что, что еще раз не понял? Чего не хватает Днепру в плане инфраструктуры? Вот такой вопрос. Ты говоришь, что все в порядке. Да, все, не, все просто чудесно в клубе, но есть одно но. Это большого зала нет. Там, хотя бы тысячи на три, на четыре посадочных мест. Потому что именно это Днепру мешает выступать в европейском баскетболе, например, в лиге чемпионов. Как бы, вообще, инструктура на 100%, на 90%, все круто, только вот большой бы зал нам, чтобы было вообще все супер. Больше народу нам. Конечно. Еще вопросик. Макс, расскажи, как ты отдыхаешь, как проводишь свободное время между играми и тренировками? Есть что интересное, тебе людям поведут. Ну, как отдыхать? Встречаюсь с друзьями, хожу по ресторанам, гуляю. Я, конечно, шучу. Поначалу? Да, в кругу семьи, там, родители, друзья, конечно, все рядом, всегда. Гуляю с собакой, недавно приобрел, взяли мы собаку. Для карантина важный объект, в общем, собака. Конечно, 100%, позволяет выходить на улицу три раза в день. Ты, перед началом сезона, говорил, что будешь готов не пределиться опытом с молодыми. Готовы ли молодые? Были критику воспринимать и этот опыт получать по-примечному? Ну, все, в принципе, были готовы, только кроме Санона. Вначале Санон не воспринимал клинику. Как бы, пытался сначала ему то сказать, то доказать, и он как-то, знаешь, ему слово, он 10 в ответ. Ну, за это, скорее всего, его и получал он, от ребят постарше. Но потом, как-то все, он начал, поговорили с ним, он начал воспринимать более все нормально. Принято. У тебя была такая яркая цитата после домашнего матча с Николаевым, когда Петерсен 40 гей забил, ты сказал, к сожалению, Леонид Николаева от баскетбола это командный вид спорта. Ты вот представь себя, насколько бы тебе было бы комфортно и смог бы ли бы ты играть с человеком, который 30 образков делает за игру, иногда без оглядки на партнеров. Ты бы смог с ним в одной команде? Нет, я бы не смог бы. Я же говорю, я с Саноном очень часто ссорился по этому поводу. Но Санон, допустим, и Петерсен это тоже. Ну это разная абсолютно история. Разная вообще. И с Петерсеном, мне кажется, я бы не смог бы сыграть в одном клубе. Твое мнение, вот его, как считаешь, переоцененным, учитывая то количество бросков, которые он делал? Или все-таки действительно сильный парень? Не, он очень сильно индивидуальный парень, но я же говорю, это неправильно, когда один игрок берет на себя половину бросков. Да, он их забивает, вопросов к нему нет. Бывают такие сумасшедшие забивают, что просто берешься за голову и не понимаешь, как этот человек делает. Но вместо такого броска он же мог, допустим, отдать пас свободному игроку правильно. Все-таки, я же повторюсь, баскетбол это команда и вид спорта. Но видишь, что Виталий Черня назвал одним из своих любимых тренеров, а он, в принципе, и дал ему эту свободу. Ну, дал. Ну, увидел в нем, наверное, что он спасет сезон. Но команда, как не грудинок, он на 8-м месте закончил. Да, согласен. Ты в 15-м году покинул Суперлигу, тогда финансовая ситуация если бы этих проблем не возникло, уехал бы или остался, как считаешь, в тот момент? Я думаю, остался бы. Именно это и повлияло на то, чтобы мне покинуть страну. То есть, ники, к сожалению, не было, ты вовремя, да, считаешь? Да, да. Я еще в Химике отбегал, у нас были неплохие зарплаты, как бы. Это был клуб, который сохранил, по крайней мере, планку своего бюджета. Может быть, чуть-чуть ниже по сравнению с прошлым годом, но потом, после этого сезона, они еще ниже, там на 50% бюджета понизили, и мне пришлось ехать. Я просто понимаю, что карьера профессионального игрока, она не так, что и... коротка, и мне пришлось как бы ехать, понимая о том, что мне надо тоже зарабатывать деньги. Ну, да, тот вспоминал Донецк, как один из своих удачных сезонов, был еще Южин, кто забыл, да, это 13-14, 14-15 годах. Да, и польский Тарунь был. Да, но это уже 15-16, получается. да, да. Вот на Донецке мы чуть вспомнили о Химике. Какие у тебя воспоминания остались от этого года в карьере? Ну, Химик называют одной из таких самых больших главных систем, в украинском баскетболе, и за счет чего... Правда ли это так? Прочувствовали ты это? И за счет чего у них это все работает? Да, о Химике тоже, можно сказать, только самые положительные слова, потому что все в этом клубе делается правильно, очень на профессиональном уровне, то для тебя только, да, бери мяч и тренируйся, в принципе, все есть. И свежий воздух, ну как, не очень свежий воздух, но все равно берег моря, можно сказать, так, да. Ну, есть минусы, городишко маленькие, но это не проблема была, садились в машину, спокойно ехали в Одессу, допустим, если хотели в ресторан сходить или то, или это подобное. Ну, а именно про клуб, да, структура в клубе шикарная, все прекрасно знают, что это лучший, допустим, на данный момент зал в нашей стране. Ну, что еще сказать? Все прекрасно все видели. Что в химике? Что за клуб? Да, на данный момент я слышал о каких-то финансовых проблемах в клубе, конечно. Очень жалко, очень жалко, потому что это клуб, видно, что они хотят постоянно быть в топе, по крайней мере. И поддерживаются четко своей линии, как бы у них есть. Да, да, да. Получается, за 4 года довольно много молодых игроков появилось, да, в Украине? Кто тебе понравился из молодых за то время, пока тебе... из тех, кто сейчас появились, давай там, условно, пятерку лучших молодых игроков Суперлиги за этот сезон. Кто тебе понравился? Ну, однозначно Санон, пускай будет Павлов, очень сильно вырос, как по мне. Марченко понравился. еще два человека, даже без понятия. В принципе, очень понравился Ковалев в начале сезона, но потом он что-то так... Ну, молодой, подлодник, да, да. Я так понимаю, он первый сезон, да, в Суперлиге проводит, он еще в Суперлиге был. Как бы для первого сезона он шикарный год, это, я считаю. И еще, скорее всего, Химик, вот этот, на позиции пятого номера, паренек есть молодой, который был на матче всех звезд. Как его фамилия? Я знаю, Андрей Войнолович, но он Войнолович на четвертом играет. А, ну, короче, да, скорее всего, Войнолович. Тоже, в принципе, видно, что молодой, хороший в уровне. Да. Так, окей. А из соперников по передней линии, да, кто тебе по индивидуальным запомнился, с кем было интереснее всего попадаться там под кольцом? Майерс вспоминал, кто еще может? Да, да, Майерс. Ну, опять же, так как я играл на позиции центрового в этом году, да, понятно, что с этими тяжелыми Ленюк там, допустим, было тяжеловато толкаться. Ну, все равно, как бы, я там, может быть, где-то проигрывал по поводу массы и где-то выигрывал за счет своих длинных рук, да, за счет, может быть, чуть-чуть побыстрее там был, того же Коренника, допустим, да. Очень сильно понравился схемика Салливан. Паренек такой, да, и бросить может, и пройти, и подобрать. Интересно было за ним наблюдать, против него играть. Так, 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 кто еще у нас был? По передней, ну, ребята с Киев-баскета тоже. И Петров, и Павлов, и, да, передняя линия тоже понравилась. Потому что, тебе насколько сложно удался этот переход полноценный на пятого номера, и насколько неожиданно ты куда стал? Ну, в плане того, что неожиданность полноценной стать пятеркой, да, для меня было неожиданно, потому что, как бы, с Денис Павловичем общался перед сезоном, он говорит, типа, что я, Стасик, будем четвертые, а там, допустим, Фес, Натяжка, и Чумаков, они, да, Чумаков 4-5, и больше будет играть пятерку. Так получилось, что я играл пятерку, а Чумаков больше четверку. Как бы, разговаривали об одном, а получилось так, как получилось. Ну, как бы, все прекрасно понимали, почему так получилось. По игре, там, и Чумаков сначала посмотрели, он как на пятерке, потом сделали выводы, что лучше он будет играть на четверке, а мне, допустим, дать минуты на пятерке. Ну, тебе сколько примерно времени понадобилось, чтобы адаптироваться к полноценным? Знаешь, я не сильно много, не сильно адаптировался так долго, потому что я во всех клубах играл в основном четверку, но помогал еще на пятерке. Атрезки? Последние, да, лет пять, грубо говоря, я там, вот если играю, 27 минут в среднем, да, я 20 минут получал на четверке, 7 минут пятерку. Потому что, за счет меня, как бы, грубо говоря, игру всегда ускоряли, если я, допустим, на пятерке. И, в принципе, мне не тяжело это было, но все равно, я бы хотел больше играть на четверке, не только на пятерке. Так, давай немножко о твоей европейской карьере. Там, кто не знает, 15-16 год, это Торрин, да, польский клуб был, потом Локол Академик, это 16-17, Болгария, Ювентус Литовский, 17-18, и ПТ-4, Румыния, 18-19 года. Какая из этих команд была самая сильная, самая сильная по персоналям и по командной игре, вот где-то, по ощущениям, больше удовольствия процесса. Я думаю, это Ювентус был, потому что мы, в принципе, неплохо играли в линии чемпионов, и хорошие литовцы были, и легионеры неплохие были. Ювентус был самой такой, сильной, самой укомплектованной командой. Ну, и, опять же, повторюсь, из-за внутренних каких-то проблем, вот этих, допустим, одна из проблем, вот, допустим, моя ситуация была. И вот так вот смотрел по сезону, так, в принципе, почти с каждым игроком такие какие-то неопределенные ситуации были. Вот из-за этих проблем нам и не хватало чего-то для хорошей игры. В принципе, мы в лиге чемпионов заняли тогда на тот момент в группе пятое место, и мы не вылетели. Мы прошли дальше не в лигу чемпионов, а в этот, в Еврокубок ФИБА. В принципе, нас похвалили, сказали, молодцы, вы удачно выступили. В чемпионате Литвы мы там, я приехал, команда была на 10-м месте, да, мы там заняли, по-моему, шестое место. В принципе, ну, спокойно тоже могли там пятерку зайти, потому что там чуть-чуть не хватало нам. Как бы, команда была серьезная, хорошая команда, но из-за этих всех непонятных передряг все сами себе испортили. Так, принято. Вопрос у нас, что не хватает украинскому баскетболу? Ну, давайте, ребят, все-таки более конкретно задавать, может, нам Леброна Джеймса не хватает, я не знаю, ну, как бы, чего не хватает украинскому баскетболу? Хорошая инфраструктура. Да. В первую очередь. Угу. Так, дальше вопрос идет, лучшие украинские снайперы? Ну, давай, из нынешних игроков, кого ты считаешь? Леха Ануфриев, Руслан Отверченко. Именно, берем украинцев, да? Или, по-моему, Игрия Лиганера? Давай. Ну, Ануфриев, Отверченко, Закурдаев, Мальчевский, ну, пускай будет Луценко. Марченко, ты вспоминал тоже сегодня. А, Марченко, да. Марченко, Луценко, как бы, у нас снайперов хватает. Да. За свою карьеру за рубежом какие-то скиллы прокачал? Научился чему-то новому, конкретно, в плане технических, каких-то моментов? Или там уже больше оттачивал то, что умел? Да, скорее всего, больше оттачивал. Все вот эти скины я получил еще в Днепре, когда воспитывался как игрок. А так, понятно, что в каждом клубе, у каждого тренера тебя чего-то особенного требует, у каждого тренера свой подход и так далее, и тому подобное. Кто-то именно берет игроков, чтобы играть, и, ну, как бы, берет профессионалов, понимая о том, что люди приехали, люди умеют, и давайте именно играть. А кто-то берет и начинает просто делать по три тренировки в день, лишь бы как последний год в Румынии у меня просто, я не понимал, тренера, мы тренировались, мы... Три тренировки? Ну, там, пускай, ладно, будет там пробежка и две тренировки, можно сказать так. Тренеры, так, на первой тренировке мы учили, грубо говоря, да, здоровые мужики по 30 лет в среднем, и мы учим удар два шага и забить под кольца. Но оно нам нафиг не надо, мы именно вот это повторяем, повторяем на протяжении 15 минут именно вот это движение. Но зачем оно, я не понимаю. Мы ему привязанно рассказывали, ну, типа, тренинг, тут уже ребята, взрослые, серьезные собрались, что-то делать. Можешь это рассказать, да? Конечно, конечно. А мы вот именно занимались такими непонятными вещами. Да, так, дальше вопросы идут. Чем хочешь заниматься после баскетбола? Есть какие-то идеи? Ой, честно сказать, идей много. Ну, пока еще не определился. Ну, скорее всего, я не знаю, я попробую пойти в бизнес, посмотрим. Пока насчет баскета продолжение себя в баскетболе покажет? Не знаю. Я такой человек, что я не буду ничего загадывать, посмотрим. Я сегодня говорю, что я хочу быть бизнесменом, а завтра так жизнь перекрутится, что я буду тренером. Ну, вот у меня как-то мне кажется, что тренер это не мое, не лежит мне дальше. В баскетболе может быть кем-нибудь другим, да, но тренером почему-то пока месть не хочется. Но, опять же, повторюсь, все может случиться и буду тренером и до конца жизни. Так, там был вопрос, как тебе ТРЛ, как он долго в Днепре, мы об этом уже говорили, там трансляция сохранится, можете отмотать, послушать. ТРЛ, пока я это понимаю, без контракта в Днепре, но вот Макс сказал о том, что было бы неплохо его сохранить в следующий сезон, если бы он играл в том же духе, да? Конечно, конечно. Так, понравились ли вам противостояния между вами и Прометеем? Как атмосфера и был ли особый настрой на эти игры? Сто процентов был особый настрой. Понимали прекрасно, что Днепр, Прометей и Киевбаскет это топ-клубы этого чемпионата и это, в принципе, как бы все думали, что эти команды и займутся медалями. Настрой были, и что, допустим, если сравнивать игру с Прометеем, что Прометеем в Днепр-Зижинске и сейчас как уже в Каменске, что у нас в Днепре очень постоянно были забитые залы, постоянно поддержки, что от одной, что от второй команды были просто на высшем уровне. Видно было, что это реально соперники такие заядлые. очень понравилось именно играть против таких сильных команд Прометей и Киевбаскет. Ощущение Дерби такое присутствовало. Да, да, да. Ты стабильно один из лучших по блокшотам, в этом сезоне лучший, по-моему, если не ошибаюсь, в Суперлигии. Проанализирую, почему, как ты считаешь, так сложилось, что у тебя именно этот компонент так удачно и выгодно получается. Почему? За счет своих длинных рук, скорее всего. Я, в принципе, блокшоты и подборы это любимые мои компоненты в баскетболе. Я всегда всю свою карьеру постоянно подбирал на хорошем уровне мячей. И так же самое я дотягивался за счет своих длинных рук к этим блокшотам. Окей. Есть ли какие-то клубы, в которых ты принципиально не хочешь играть? Такое вопрос. Если это брать Украину? Да не знаю, может быть, не Украину. Я так понимаю, что в Ювентус ты бы вряд ли поехал второй раз. Ну, в Ювентус навряд ли, в Петеште бы поехал бы, навряд ли. Это не то, что принципиально, это не то, что тоже можно понимать. Ой, допустим, я отыграл в одном Петеште, сейчас летом полностью кардинально поменялось все в клубе. Новые директора, новые полностью люди работают. Мэрия просто решила всех поменять, потому что я не знаю, что там у них случилось, может там кого-то где-то спалили, я не знаю, насчет там финансового вопроса какого-то. Ну, полностью кардинально поменялось. Да, кардинально все в клубе поменялось, и я думаю, что сейчас гораздо все лучше, чем было в прошлом году. Я не хочу категорически говорить, что я там бы не играл, там бы не играл. Конечно бы. то это такое дело. Есть истории, когда спортсмены говорят, я бы там не играл, а в итоге там оказывается потом неудобно получается. Да, 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 сто процентов. Кричишь пол карьеры, что там не будешь играть, потом тебе копейку предлагают, и ты бежишь туда, на самом первом. Слушай, ну, если вспоминать твою детскую карьеру, может быть, тоже ты сразу тебя хотел в игре под кольцом, или тебя пробовали в других позициях тоже, как получилось, что ты все-таки больше на четверке. Это рост в первую очередь, или какие-то качества другие? Ну, если честно, сам, я не помню, мне было 15-16 лет, я тогда воспитывался в Николаеве, я там заканчивал 10-11 класс спортивного училища, спортинтерната, и на то время я, мне тренер вообще ставил на позицию поинтгарда, как бы мне давал мяч, говорят, ты первый номер, ты выводи мяч, а я был на то время в 15 лет вообще худенький-худенький, и еле на ногах грубо говоря стоял, меня просто прессовали ребята, которые хорошо сидели на ногах, и я кричал тренеру, нет, я никак не первый, поставьте на мою любимую позицию 4, ну, а потом как-то залито, я, по-моему, вырос на 17 сантиметров, и, то есть, второй год, когда уже приехал в Николаев, все вот так вот открыли глаза, и посмотрели на меня, были в шоке, что я так вымахал, залито. Пришлось новую форму выдавать. Да, да, и пришлось уже ставить на мою любимую позицию 4. Окей, так, вопросик есть еще, какой самый тяжелый соперник, против которого доводилось играть персонально, ну, это нормально, один в один, ну, за всю карьеру, может быть, я понял, персонально. Ну, честно, много было с таких соперников, все-таки, они не один год проиграли. Давай, да вот это, да вот прям, самого яркого. Там и против США матчи были, и Чемпионат мира. Ну, да, да, да. Ну, пускай будет, ладно, не буду сильно вдуматься, пускай будет это Дублевич с Валенсии. Да, да, он мне, как бы, и нравится, как игрок, и постоянно против него, так бы, тяжеловато было. Так, мне там был вопрос, еще в Инстаграме, тоже задавали под анонсом, насчет детского баскетбола, тоже заканчивая тему. Кто твой первый тренер, кто учил ведению мяча двойному шагу, кто привил любовь к баскетболу и общаешься ли ты с одним человеком? Первый тренер мой, это Гарбуз Марина Валентиновна и ее муж Гарбуз Виктор Васильевич. Я не знаю, мне было, по-моему, 9 или 10 лет. Я тогда на то время, по-моему, ходил на карате в своей школе, в которой учился, и меня эти тренера заметили и предложили прийти на баскетбол. Я походил немножко, да, там буквально недельку походил, потом с большими, с горькими слезами приходил домой и плакал, говорил маме, мне не нравится это все. Дереть меня на карате. Да, обратно отправлять меня на карате. Но потом как-то свыглась и пропускал. Ну, как бы первые 2-3 года вообще как бы было. Ну, хожу так хожу, баскетбол особо не любил. Ну, потом начало получаться, дальше и дальше, и вот вырос на уровень профессионального игрока. Так, давай еще вопросы посмотрим. Привет, какой самый эмоциональный матч был в твоей жизни и почему? Самый эмоциональный? Ну, скорее всего, на чемпионате мира, когда мы играли с Америкой. Все-таки выйти на один паркет с такими звездами, это, конечно, дорогого стоит. Ну, фотографии, конечно, есть, именно с игрой, которая там, на сайтах. Да, есть. Так, Макс, привет, остаешься ли в днеприи на следующий год? Ну, вопрос, который мне надо было задать, да, если у тебя какие-то договоренности. Я же говорю, я с удовольствием бы остался. Если будет, если договоримся, будет все хорошо, то с удовольствием остался, и я же говорю, и продолжил бы, и закончил бы тут карьеру. Ну, да, нужно понимать, что вообще кто-то, сложно о чем-то говорить, особенно в этой ситуации. Конечно, конечно, потому что сейчас, дай бог, вообще чемпионат начался. Видите, что вообще в мире творится. Сейчас о чем-то говорить это неуместно. Так, Кирюх, всем, когда он намекал не раз уже, что со сборной, наверное, завязал, ты в какой ситуации находишься? В случае, вызвала сборную, ты готов сыграть? Наверное, нет. Наверное, я тоже уже завязал. Ты когда такое решение принял? Ну, скорее всего, приняли за меня, вот, когда не пригласили, грубо говоря. Ну, да, я прекрасно понимаю, есть молодое, подрастающее поколение, все, я это прекрасно понимаю, но, как правильно так выяснилось, я немножко не понял одного момента, что, когда, допустим, мы играли квалификацию, да, на чемпионат мира, еще с Мользяным, получается, первую квалификацию я отыграл, по-моему, вторую отыграл, а на третью мне просто никто не позвонил даже. Просто элементарно, позвоните, скажите, так и сяк, мы вместо тебя берем, допустим, того же Геруна или там, или кого-то еще. Ну, я, получается, сижу в клубе, я понимаю, что я там на прошлой квалификации играл, и, то есть, я понимаю, что я сейчас надо ехать, а мне просто никто не берет, не звонит. Вот этого я немножко не понял, можно было хотя бы сообщение написать, хотя бы элементарный звоночек просто сказать, так и сяк, берем молодого. Ну, и вот по поводу того же Геруна, я не скажу, очень хорошего уровня игрок, ну, по крайней мере, он меня состава не выбил. Если бы он приехал, мы бы приехали на сборы, и мне за 2-3 дня тренировок бы сказали, вот он лучше тебя, вопросов нет, я собрал свои вещи и уехал. Ну, то есть, здоровая компания не должна быть? Да, 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 ну, я как бы, вот эти моменты для меня не то, что обидными стали, я так, в принципе, там повозмущался и забыл бы через час. Ну, все равно непонятно для меня. Окей. Так, каких молодых игроков в Суперлиге выделил бы? Ну, мы об этом говорили тоже, ребят, кто хочет переслушать и вначале будет сохраним эфир, Макс перечислял, там, 5 человек целых называл, в каком тебе хотелось бы сыграть в клубе NBA? Ну, думаю, уже в NBA вряд ли доедешь. Поздновато, да. Да, да, на какой, может быть, какая-то команда тебе нравится, больше знаешь, смотришь ли ты NBA вообще или больше европейский баскет? Ну, я скажу так, за NBA, слежу только за нашими ребятами, за Линьем и Михайлюком, как бы, иногда могу просмотреть хайлайты игр, но не больше, как бы, постоянно игры не смотрю. По поводу клуба, ну, если так уже взять, в котором бы я хотел играть, это, скорее всего, Лос-Анджелес Лейкерс. Неплохой выбор. Ну, конечно. Да. Слушай, в сборной ты в 2009 году дебютировал, да, доволен или в целом, если так, смотреть свои карьеры национальной команде? Скажу так, что доволен. Во-первых, я доволен, потому что я познакомился с таким тренером, как Майк Фротелло и с его ребятами, которые тоже, помощниками, которые он привез с собой. Конечно, для меня это просто, наверное, дорогого стоит и будет помнится всю мою жизнь. потому что тогда просто что-то нереально творилось в этой сборной, тогда не самые сильные люди приехали в сборную, но даже вот этим составом мы заняли на Европе в Словении шестое место и поехали потом на чемпионат мира. он создал внутреннюю такую кухню, что просто всех вот так уперло изнутри и все пытались что-то доказать, играть, бежать и молодцы. ну да, многие говорят что у него за инструменты были, благодаря чему ему удалось по кухне он очень много уделял вот у него он находил подход к каждому игроку, во-первых. Он понимал, что, допустим, этот человек там, допустим, обижается на то или что-то там, но он как психолог очень хороший был, во-первых. Я считаю, хороший тренер должен быть в первую очередь хорошим психологом. Ну, говорили о том, что он изменил отношения многих ребят к делу. Тебе вот, он, правда, тебе изменил отношения к баскетболу на карьере в дальнейшем эта работа спортовала. Ну, я не могу сказать, что поменял, я всегда был таким игроком, я всегда любил работать и, знаешь, я никогда не пытался что-то там, а, тренер отвернулся, наверное, возьму, побегу медленнее. Я всегда, в принципе, пытался работать на максимум. И в плане этого любви к баскетболу у меня ничего не поменяло, в плане любви, даже не любви, в плане просто отношения того же с тренером, как бы, он мне показал, что есть тренера вот именно такого топ-уровня, как он, и я понимал, что некоторым тренерам после, допустим, после майка я приезжал и понимал, чему этому тренеру, чего не хватает, или этому, допустим, как бы, я же говорю, майк у меня, как тренер, топа уровня на первом месте стоит. планку поднял максимально. Да, да. Слушай, ну, у тебя был чемпионат Европы 2013 года, чемпионат мира 2014, в 2015 году тоже на Европе выступал. Какой из турниров со сборной самый памятный, может, какой-то матч можешь, ну, про США мы уже вспомнили, да, ну, давай, победу, какую-то памятную. Чемпионат Европы Словении против сербов очень запомнился, ну, конечно, потому что я там хорошо очень сыграл, против, понятно, против Италии. Это был решающий матч за выход, грубо говоря, на Кубок Мира. Причем там были Перенелли, Галинари, да, 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 мы там выиграли, по-моему, 5 или что-то, или 4 очка. Это, конечно, матч вообще запомнился всю жизнь. Именно вот эти моменты, последние минуты, когда, в принципе, рядышком идем, мы вырвали эту победу, понимая о том, что мы сделали результаты, типа, и поедем на Чемпионат Мира, это, конечно, что-то такое в плане фантастики было. Так, Макс, у меня тут буквально последний вопрос остался, у кого еще вопросы задавайте, ребята, и мы будем закругляться. Давай еще, последний топ, последнюю подборку, топ-5 игроков сборной, с которыми ты вместе играл в одной команде на все время. Думаю, тут есть из кого выбрать. Ну, конечно, конечно, ну, давай по позициям пойдем. Топ-5, да? Да. Лукашев, позиция 2, тоже у нас там на позиции 2. Ладно, пускай будет Лукашев, Отверченко, Глебов, Кордиенко, Зайцев. Так, это, боевая? Да, да. Хорошо. Так, сколько максимум очков набирал в Суперлиге? Ну, помнишь такое, нет? Ну, думаю, до 30. Максимум очков, надеемся, скоро баскетбол вернется. Все, да, хорошо, давай, счастливо. До побачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова